Приготовить бешбарбак да так, чтобы накормить сотни, если не тысячи человек. Активисты готовятся установить рекорд в гастрономическом искусстве национальной кухни. Целую тонну традиционного кыргызского блюда представят в день празднования Ак-Калпака 5 марта. В эти дни идут организационные приготовления. Это очень трудоемкий и финансово затратный процесс на самом деле. Только для того, чтобы отправить запрос в комиссию, книги рекордов Гиннеса мы потратили 800 долларов. Плюс различные транспортные расходы. И еще мы должны заплатить 10 тысяч долларов представителям книги рекордов Гиннеса, которые приедут к нам. К тому же здесь у себя в стране мы должны выбрать комиссию из 10 известных людей, каждый из которых должен будет фиксировать на видео процесс приготовления, после чего отправлять в комиссию книги рекордов. Это, конечно, уже не первая наша попытка, но мы стараемся изо всех сил. Надеемся, что в этом году у нас получится. Книгу рекордов Гиннеса уже успели пополнить масштабные приготовления национальных блюд в соседних странах. Три года назад в Астане, столице Казахстана, приготовили 736 килограммов бешбармака. 25 человек трудились над тем, чтобы блюдо заняло свою нишу в книге рекордов. А в минувшем году 50 поваров из Узбекистана приготовили почти 8 тонн плова. Для блюда потребовалось полторы тонны баранины, почти две тонны риса, более двух с половиной тонн моркови и 220 килограммов лука. Как говорят ведущие повара страны, настоящий кыргызский бешбармак отличается от любого другого. Есть своя изюминка. Более того, в каждом регионе республики традиционное блюдо не только готовят по-разному, но даже и подают в своей манере. Я готовлю именно вариацию нарынского бешбармака. То есть мы добавляем сюда чуть больше мяса, чем в остальных регионах, и нарезка теста отличается. В Чуйской области, получается, нарезка теста идет чуть более тоньше, и мяса, конечно же, добавляется чуть меньше. Вкуснее, когда мясо больше. Ну и также зависит от того, как это человек приготовил. В среднем на то, чтобы приготовить традиционный бешбармак, требуется 4 часа. Если приготовить блюдо заранее и поставить на стол, гости могут расценить это как неуважение и даже обидеться. Потому все продукты должны быть свежими, но главное, говорит повар, вложить всю душу в процесс готовки. Иначе даже большое количество мяса не спасет бешбармак. Если добавить прям очень много мяса, и можно получить такой невкусный бешбармак, если его готовили не с душой, не с любовью, нужно будет сварить мясо, свежее мясо. Потому что, когда встречаешь многоуважаемого гостя, не принято отдавать мясо, которое было завалено вчера. Сегодня гость приходит, значит, мы сегодня будем варить мясо. Нарезка мяса также отличается. Допустим, если нарезать его такими прям ровными кубиками, допустим, 0,5 на 0,5, для бешбармака, только такая нарезка не пойдет. Нужно, чтобы было мясо нарезано тонкими ломтиками и небольшого размера. Издревле ни один праздничный стол не обходился без традиционного сочетания теста и мяса. Подавали его после устуканов, специальных кусков мяса для гостей и в самом конце застолья. И так как зачастую ели блюдо руками, название трансформировалось в уже привычное всем слово – бешбармак. Семина Дамаскина, Асхат Ибраимов, НТС. Асхат Ибраимов, НТС.